Ну что, начинаем, Роман? Я очень благодарен и рад этому приглашению поговорить с тобой вживую, потому что когда мы встречались, так только приглядывались друг к другу, это было, кажется, в Кемерово. Да, это было в Кемерово после тренинга, мы там встретились в Кавкфе, мы специально приехали к тебе в гости. Ну хорошо, давай, наверное, так вот вопросно-ответно и будем говорить. Мне, конечно, удобнее, когда вот идет, например, эфир, если там вопросы, их было очень много и под первым, под вторым выявлением, ну ты будешь озвучивать, в том числе и свои, а я с удовольствием буду сидеть в белой рубашке красиво и отвечать на твои вопросы. Прекрасный вариант, я согласен, когда я сразу пойду за вопросами, сейчас пролистаю все это дело. Ну, начнем с каких, с более таких светлых вопросов или сразу какой-нибудь такой помощнее? Да давай, как пойдет, ну вообще сначала хорошие, потом сложные, а потом опять хорошие, ну закон жанра. Прекрасно, все. Ну тогда давай, сразу первый вопрос не будем применить. Я, кстати, да, здравствуйте всем, кто пришел на эфир и кто будет смотреть, я забыл поздороваться, пока воевал с техникой. Вот, в эфире Евгений, я бы не Евгений, а прекрасный человек, за творчеством, которому я слежу, книги, которые я читаю, которые всем рекомендую. И я очень рад, что он согласился на этот эфир, поэтому мы приступаем к вопросам. Вот я их парочку вопросов объединим в общее. Сейчас я их сразу прочитаю и ответил, что в таком варианте, как тебе будет удобно. Вопрос такой. Как чувствовать свою ценность быть в центре Вселенной? Это первая часть. И второе очень похоже на него. Как узнать божественный поток энергии, как с ним жить и применять? И есть ли после этого кайфа, от этой энергии, последствия спада эмоционального состояния и апатии? Вот такой вопрос. Первый вопрос у нас был. Как быть в центре своей Вселенной? Дело в том, что это очевиднейший факт. Здесь очень важно, чтобы не попасть в психиатрическую клинику и не закончить там свои дни печально. Потому что есть люди, которые перепросветляются, и они думают искренне, что они в центре Вселенной. В центре своей Вселенной, в центре моей Вселенной нахожусь я. Право на я у нас в детстве отбирают. Таким образом, что в процессе воспитания нас делают полноценными членами общества. Это означает, что нам говорят, как неправильно, никто тебя не спрашивал, так солнышко не рисуют. А что это у тебя за каляки-маляки? А почему вот Андрюша может, а ты не можешь? И таким образом я лишаюсь в процессе воспитания, я как индивидуальность, права на свое я. И это очень хороший ход и необходимый для того, чтобы нас в детстве социализировать. Но потом мы вырастаем, мы становимся взрослыми, но как маленькие инфантильные дети продолжаем самоопределяться через «они». То есть, что они скажут, что они подумают. И мы строим целые такие прокладки, огромные, толстые, ватные такие, в несколько слоев одеял. Ага, а если я ему скажу то, а он, наверное, подумает то, а тогда я ему скажу так. Ну хорошо, он скажет, ну ладно, так не надо, но давай по-другому. И мы начинаем думать про других, бояться, что нас осудят, бояться, что нас не поймут, бояться, что мы будем выглядеть глупо, бояться, что люди перечеркнут вообще всякое общение с нами из-за того, что мы будем не социально удобными, а самими собой. Вот, поэтому вот это вот рождение в селф, рождение в ценность себя происходит таким образом. Я начинаю говорить, как думаю и как чувствую из себя, от души, вполне искренне. И люди, которые не мои, они разбегаются, они уходят, они говорят, какой-то он чокнутый точно, этот Евмений, Роман там, кто угодно. Вот, он какой-то неправильный. Мои люди уходят, как бы от, не мои люди уходят от меня, мои наконец-то узнают меня и притягиваются, и хотят быть со мной. Хотят быть рядом. И таким образом происходит глобальная инвентаризация. Я говорю, я в центре своего мира. Это не значит, что я эгоист, а значит, что я забочусь о своем мире. И окружаю меня себя в жизни не теми людьми, которые меня обесценивают, считают там глупым, тряпкой, необразованным, неинтеллигентным, бездуховным. Вот, я окружаю себя естественным образом теми людьми, с которыми мне хорошо и ценно. И которые ценность меня во мне поддерживают, а я поддерживаю их ценность для них самих и для нашего общения. Вот, и таким образом... Да, самая сложная штука происходит вот в этих в МЖ отношениях. Тут вообще ловушка такая очень крутая, которую разок раскусить нужно и все это выкинуть из головы. А именно, люди боятся, боясь потерять друг друга. Если, например, какой-то интересный мужчина или женщина наклюнулся, как вариант для партнерских отношений. И мы здесь аккуратненько присматриваемся, чтобы быть удобными, практичными, чтобы использовать другого человека для удовлетворения своей потребности. А другой также точно хочет использовать нас. И мы вечно, в этом случае, если мы как пользователи, а не как любители подходим, мы закрываем какую-то часть себя, которая только про меня, до конца не проявляем себя и строим такие компромиссные отношения. Вот, и это не отношение любви, конечно, это отношение договоренностей. Потому что любовь это, ну, как бы вот дарю себя тебе. Мне приятно заботиться о тебе. Мне приятно быть с тобой. Мне очень хочется, ну, просто радостно с тобой. И я благодарен, что ты мою любовь принимаешь. И меня это очень, очень хорошо. Мне это очень наполняет. Договоренность о взаимном использовании, это когда мы открываем друг друга только удобными сторонами. Сторонами постоянно подстраиваемся, состраиваемся. Конечно, один кто-то больше. Кто любит больше, тот подстраивается больше. Кто любит меньше, тот подстраивается меньше. А тот как бы кокетничает, изображает из себя короля или королеву. Есть еще такая очень классная любовная игра. Например, есть девушки, юноши, мужчины, женщины. Когда их просто, естественно любят, они уходят. Когда бесхитростно, без игры. И просто говорит, я очень хочу быть с тобой. Мне ценно с тобой поехать куда-то. Мне ценно просто проводить время с тобой. Искренне, без игры. Другой человек сразу же обесценивает эту штуку. И таким образом другой становится неинтересен. Это программа «Любовь-страдание». А вот если... Перчинки не хватает. Да, да. А если вот за любимым человеком приходится бегать, добиваться любви. И разбивать свою душу в хлам, в кровь. И получать маленькую порцию любви, маленькую чайную ложечку любви. Вот это вот прям любовь. И мне прямо так и говорят. Как там сказано в известном стишке «Пирожке». Когда я стал половозрелым, я женщин сразу поделил на тех, которых не достоин, и тех, которых не хочу. Вот те, которые не достоин, те, которых я буду добиваться. А тех, которых не хочу, это те, которые хотят меня. Вот. И таким образом выйти вот на эту средний уровень, где и взаимное, и любящее пространство. Это очень-очень непросто бывает. Но мы коснулись... Так вот, я центр своей вселенной. Возвращаемся к изначальному вопросу. Я хочу быть... Я хочу быть собой. Я хочу быть собой. Вот гимн людей, которые в любви к себе находятся и ценят, и любят себя. И я буду собой. Вот. А вопрос. А грань между нездоровым эгоизмом и любовью к себе, как ее не перехечь? Да пересекать ее не надо. Если это любовь к себе, например, роман. И сейчас ты часть моего мира. И ты мой мир. Ты входишь в зону, вот прям в это мгновение, моего мира. И делать тебе хорошо, отвечать на твои вопросы, делать тебе комплименты, или, может быть, с уважением обращаться. Это и есть любовь к себе. Потому что зачем же, если человек позвонил мне, ну, как сказать, играть на понижение? Вот. Я хочу возвеличивать другого человека. Мне нравится восхищаться его сильными сторонами. Если это у тебя, например, коуч-запрос или терапевтический вопрос. Я с любовью могу сказать, где твои слабые места. Над чем, 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 что еще. Ну, в других может тебя как-то напрягать, отталкивать. Но я это делаю с любовью. Я могу конфликтовать с любовью. Я могу с любовью сказать, если это коуч, конечно, форматы по запросу. Роман, оторви свой зад от дивана и иди уже устраиваться на работу, чем рассуждать о высоких материях. Понимаешь? Но я это делаю с любовью. Любовь предусматривает и предполагает конфликт. Тоже. Конфликт входит в зону любви. Но это, когда я конфликтую, я хочу просто очень важно осознавать. Я это конфликтую, чтобы приблизить человека или чтобы оттолкнуть. Очень часто женский конфликт это просто такой, ну, психическая продукция чувств и букв смешивается и вываливается прямо в башку. Вот. А вопрос, стратегический конфликт. То есть, по-мужски если конфликтовать, и здесь, конечно, это все условно. Это когда, вот я сейчас хочу высказать все ему или ей. А чего я хочу? Сблизиться или расстаться? Если расстаться, расстанься мирно. Иначе сам будешь завязать в этой всей каше. Вот надо было так сказать, блин, зачем я это сказал и так далее. Сказать, все, нам не по пути. Если сблизиться, то ты скажи о себе, о своих чувствах, как тебе с другим человеком. И каждый раз, в каждой своей беседе, в каждом своем путешествии или прочтении книги, или, например, вот, например, да, там, ну, условно говоря, там, можно ведь, например, два человека живут вместе. Один дома, другой на работе. Вот, я вот хочу поубирать дома, чтобы она не орала, когда придет, или он, или, чтобы не было скандала, или просто из заботы, из того, чтобы порадовать себя тем, что я позаботился. Это же я себе хорошо делаю, когда забочусь о любимом человеке. И таким образом с «они», мамы, папы, любимой женщины, любимого мужчины, я смещаю акцент на «я». Если женщины хорошо с собой, мужчине хорошо. Ну, смотри, как у нас устроен русский дух, русский мир, русская психология. Все живут для других, и никто не счастлив. Да, возникает разрыв, просто нет любви к себе, а надо любить уже другого. И тут вот возникает разрыв, и вот там поселяется как раз, что попало. Да, и нам кажется, что если я хорошо буду любить другого, забыв о себе, то я буду счастлив. Нет. Сначала найди состояние в себе, то состояние, в котором тебе глубоко и качественно. В то состояние, в котором ты в контакте с собой, слышишь глубинный уровень себя. И когда это наполнено между сознанием, сердцем и телом. Существует? Тогда из этой цельности я могу идти навстречу тебе. Очень называется, правда очень называется. И вот мы задели тему по поводу расставания. У меня тоже есть там два вопроса, сейчас их найду. Первый вопрос звучит так. Почему так больно после развода для меня сравнимо со смертью человека? Что понимаешь, по-другому не будет. Иногда возвращаешься мысленно и накатываешь. Проживаешь ситуацию. И второй вопрос, он прям ложится в этот же. Меня постоянно гложет прошлое, особенно прошлое отношения. А новое создавать совсем не хочется. Почему люди входят в разрыв и потом все время проживают его? То есть цепляются за это прошлое, не позволяя проживать, жить в будущем. Нужно понимать очень важные две вещи. Две прекрасные, важнейшие составляющие. Первая важная вещь, вот какая. Люди не цепляются за прошлое отношения. Люди, то есть в нас, если мы были в отношениях, ну давайте так уж, без эфирмизма. В отношениях это если было чувство любви и был секс. В эмоциональном таком как бы притяжении и в основном в сексуальном желании другого человека мы цепляемся, мы как люди, цепляемся теми биологическими и тонкими матричными механизмами, смысл которой и контроль над которыми нам не дан. То есть, ну вот например, как включается сексуальное желание к другому человеку. Это какая-то парадоксальная вещь. Мы потом это все, конечно, украшаем цветочками романтики, там историями про родную душу и так далее. И потом уже ум обслуживает это чувство, романтизируя его. Но это чувство естественным образом рождается в теле. Я телесно хочу быть с тобой. Я хочу прям обнять, прижаться, быть с тобой. Мне хочется сорвать с тебя одежды и прям целовать, целовать. Вот это вот, когда это как чувство накатило, и другой человек в нас запускает мощнейшие нейрологические, биохимические процессы. Мы чувствуем серотонин, мы чувствуем дофамин, мы чувствуем чуть ли не героин. Вот внутри мы опьянены, мы счастливы. И чувство жизни, желание прям горы сдвигать у нас внутри повышается. Другой человек запустил эти процессы, но эти процессы наши. И обычно, когда люди разлюбляют друг друга, вот они любят, 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 любят. А потом этот говорит, ой, что-то все. Ну, что-то уж все. Отпустили горло. Да, и у кого-то это заканчивается. Вот раньше говорили, любовь живет три года, сейчас уже вычислили, что год и восемь месяцев. Вот, вот это вот любовь. И этот человек уж все. И он сворачивается в себя. Ему надо чего-то такое в себе, побыть и все. А потом в какой-то момент он говорит, я тебя больше не люблю, все. Я ухожу. И все. А у этого человека эта гормональная активность, связанная с образом другого человека, закончилась. А этот еще стимулируется об этот образ. Еще живет, еще любит. И такая любовь иногда бывает, живет и по 20 лет, и по 18, и по 17, и по 16. А, и он говорит, как? Ты мне не больше не дашь этой любви? Ну, дай, пожалуйста, ложечку. Ну, давай сексик на прощание устроим, а потом разойдемся. Иначе я прямо, я умру без тебя. А эта говорит, знаешь что, все. Ну, умрешь, не умрешь. Мне плевать, я ответственность за твою жизнь не несу. Я пошла. И ушла. У этого на внутреннем экране записывается там же, где и наркотическая алкогольная зависимость. В центре удовольствия. В нашем, отчасти в рептильном, отчасти в вот этом эмоциональном мозге, лимбическом. И он говорит, тогда такая штука звучит, что вот так, как с ней, больше ни у кого не будет. Ни с кем у тебя больше не будет, как с ней. Эмоциональному, эмоциональный залип на образ этого человека. А рептильному просто хочется банально секса. И он находит другого человека, чтобы заглушить эту боль сексом. Но эта боль, она не заглушается сексом. И по интенсивности она на втором месте после смерти близкого человека. Если я хакнул свою психоэмоциональную и сексуальную природу, то есть докопался до ее сути, это вовсе не отменяет наличие боли эмоциональной после расставания, потому что она находится глубже. Но я хотя бы понимаю, что со мной происходит. Я хотя бы, понимая, что со мной происходит, понимая, что это все отпускает, понимая, что да, это смерть, понимая, что мне трудно переламываться в одиночку, я иду и нахожу доброго человека, например, Романа или Евмения, или какую-нибудь женщину-психологиню, которая задала сегодня вопросы, и говорю, и говорю, мне нужно поговорить, я переживаю расставание, мне нужно консультации, или поговорить, или как-то там у вас называется, я плачу любые деньги, ну не любые, но в разумных пределах, чтобы мне как-то пройти, мне нужна, иногда если это друг, мне просто нужна твердая, теплая рука, или подруга, чтобы перейти. Мудрый друг, консультант или подруга, в этом всем, пока ты будешь вырыгивать свою любовь, привязанность из себя, просто будет рядом. Он не будет давать советы, он не будет над тобой самоутверждаться, типа фразами, что, а я сразу ведь говорил тебе, а вот ты не послушал. Да, 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 да. Вот. Он будет, и пара, он тебе-то сразу было видно. Да, да, он будет просто рядом, и он будет говорить, я понимаю, если он может сказать честно, я проходил, или я проходила, потом, какое-то время трудно, если хочешь, поживи у меня, потому что в этом человеку, в этом ситуации, человеку нужно говорить, но будет регрессом, и отскоком назад, и разрушением, если человек новым сексом, или новой попыткой, где-то на тиндере-миндере познакомиться, срочно заглушить, срочно закрыть кого-то, ну, эту дыру, новыми какими-то отношениями, и запустить механизм влюбленности, через, через новый сюжет. И это, я хочу сказать, мне, конечно, классно, мне уже 51 год, и мне классно вот на эту тему, да, так рассуждать, типа сидит психоаналитик, хренов, понимаешь? Я не отрицаю, что переживать, переносить это, это просто, но в том-то и, может быть, и принцип сам обучения состоит, что что-то пройдя, мы можем этим опытом делиться, мы можем рассказывать, как это было у нас. Согласен. Ну, кстати, как вот тем людям, кто задал вопрос, я бы порекомендовал действительно книгу Евмения о том, как пережить расставание, там потрясающий сборник, то есть, на самом деле, это не прям книга, это Евмения собранный сборник различных выражений, в том числе, его личные какие-то переписки, консультации или выписки. Я, если честно, когда мне это понадобилось, будем про себя говорить, про меня, я туда самовернул, прям, как художник, литературу такую, прям вот, листал, читал, читал, а потом думаю, нет, 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 я, кажется, что-то пропускаю, и зачастую, там, одну-две страницы прочитаю, где-нибудь думаю. Поэтому, если вдруг хочется понять, как проживать, как находить ценность в этом, как находить себя после этого всего, книгу я прям категорически рекомендую. Ее все видели уже у меня на странице, она у меня вся в закладках, вот, вот она до сих пор лежит, вот, купить ее можно у Евмения, я сразу скажу. Она прямой, она больше нигде не продается. Да, дело в том, что, дело в том, что я, там выпаренная соль, просто морская соль, которую я выпаривал, для того, что эта книга, она терапевтический собеседник, она стоит 12, нет, не по деньгам, а по концентрату, 12 терапевтических сессий, и действительно, ее нужно, ну, как сказать, проживать, потому что, меня уже, я так по секрету скажу, вот, ангелов любви, купидончиков, их летает по планете, тут, ну, скажем, ну, приблизительно в два раза меньше, чем население земного шара, вот, я пока не слышал, что кого-то в этой вселенной, назначили ангелом расставания, кроме меня, поэтому, мне эти этапы понятны, мне проходить эти все вещи с другими людьми, понятно и привычно, просто, тут еще вот какой момент есть, человек, например, звонит, или приезжает, и в консультации, он показывает только поверхностный пласт расставания, он рассказывает какую-то такую штуку, которую, с которой даже и, ну, разговаривать даже и смысла нет, и, вот, пропустить мои хирургические руки в эту внутреннюю боль, но я сам не вырезаю, показываю, вот это вот вырезать надо, вот, это на самом деле искусство, клиентское искусство, потому что, если ты сам о своих переживаниях, чувствах, осознаваниях и глубинных желаниях не можешь внутри себя говорить, понимать их, ты не можешь их и показать, и достать, ну, другому человеку, есть такой даже прекрасный мем, ролик вконтакте, и очень много он есть, про женщину, которая пришла поговорить о том, что, о своих проблемах, и терапевт говорит, у тебя в голове гвоздь, у нее правда так гвоздь торчит, она говорит, нет, не надо мне вот это про гвоздь, все дела, понимаешь, у меня так болит, у меня такая сложная жизнь, вообще, он меня бросил, он говорит, у тебя гвоздь в голове, да плевать на гвоздь, зачем ты мне это напоминаешь, я одеваю свитер, у меня здесь каждый раз разрывается, потому что у тебя в голове гвоздь, вот про гвоздь не надо, все, вот только про гвоздь не надо, самую главную причину боли, своей эмоциональной, психологической, человек, не то, что не готов раскрыть, вот здесь вот, он бы и готов, он просто не может туда проникнуть, и вербализовать, потому что сам не любит себя, и не понимает себя, есть просто такое, какая-то такая социальная родовая программа, попасть в отношения, чтобы закрыть мужем или женой душевную дыру, чувство собственной невосполненности, чувство собственной неполноценности, и вот закрою, и все решится, вот просто объявляю вас мужем или женой, фух, дыра закрылась, так не бывает, в эту дыру, если ты ее не закроешь до вступления в партнерские отношения, будут проваливаться люди, машины, бизнеса, президенты, целые вселенные, из другого, из другой души, пока ты не найдешь решимости собственную дыру эту закрыть, и лишь потом, то есть, возлюбить себя, посчитать себя самой большой ценностью в мире для себя, и после этого, идти в отношения, чувствуя, насколько вы можете быть вместе, в процессе расставания, очень важно понимать, что, нет ничьей вины, вот как только появляется тема, она виновата, или я виноват, вот это вы в ловушках собственного ума, можете вообще заблудиться там, но это не дает решения, нет ничьей вины, означает очень простую вещь, мы были два отдельных человека, мы притянулись, мы попробовали вместе, какой-то этап прошли, мы не смогли, то есть, мы вместе не смогли, всем, кто ушел от меня, оставил меня, или кого оставил я, только благодарность, кто ушел, потому что мы не смогли, как только появляется великорусское чувство вины, причем оно культивируется, наверное, только в России, таким просто, как будто вина, это и есть совесть, и кто не чувствует себя виноватым, тот бессовестная скотина, вот, как только появляется чувство вины, смотри, а у него, понимаешь, у чувства вины, есть такая очень интересная штука, или она виновата, а потом ты смотришь, нет, вроде она хорошая, не виноват, потом, значит, я виноват, и это монета о двух концах, это такой острый, острая монета, с острыми краями, которая пока летает по мозгу, по душе, она просто там все до крови, изрезывает, то есть нужно достать эту монету, и потом начинать исцеляться, и выкинуть подальше, придавая в себе чувство вины, выкидывая его, ну, а только понимая, что мы пробовали, ну, там, как еще говорится, что нет, там, поражения, есть только опыт, и так далее, выкидывая ее, мы придаем свои русские родовые программы, русские родовые программы, поддерживать, поддерживаются через индуцированные, культурные стереотипы, в нас, и это называется, придать свой род, и привет тем прекрасным, родноверам, родоверам, которые годами восстанавливают, там, связь с родом, и так далее, восстановив связь с родом, мы таким образом, наследуем их, как позитивные, так и негативные программы, рождение индивидуальности, рождение селф, это, когда ты говоришь, я отрываю, оставляю, там, кстати, в Евангелии эта тема есть, оставить отца и мать, и братьев, и сестер, осознанно отрезаю родовые корни, и ногами, стопами укореняюсь в землю, а душой, сознанием укореняюсь в небесами, я хочу познавать, и быть открытым законам вселенной, я хочу адекватно стоять на земле, и все родовое, это их наследие, мне дальше, до свидания. Согласен, да, вот такой вопрос, кстати, по поводу, так как люди, прочитали, что есть... Дорогой Роман, я могу, очень-очень попрошу у тебя, сделать двухминутную маленькую паузу, пусть даже люди не отключаются, и сейчас я подойду. Спасибо.